Однажды я слышал мнение одного человека, который сказал, что вот эти все КОП, ПВО, НОД, вот такие все общественные движения, которые по факту, ну как пылесос, всасывают в себя социально активных людей, они созданы для того, чтобы блокировать эту социальную активность. Чтобы людей притянуть, дать им часть истины, часть какой-то картины мира, увлечь этой частью этой картины мира и затем закрутить их активность и создать условия, при которых эти люди будут просто повторять модули, будут просто повторять догматы, перестанут думать и перестанут задавать простые вопросы на уровне нодов. Что такое нода? Это простые вопросы. Кто, что, когда, зачем, почему на туловищном уровне. А полная ли картина мира подаётся в текстах КОП и ДОТЛ и в выступлениях персон влияния, представляющих это общественное движение? Насколько эта картина мира активизирует социальную активность, а насколько блокирует? Насколько люди понимают, что они делают? Или насколько они повторяют модули? То, что называется модульным мышлением, это когда люди не задают вопросы, даже простейшие на туловищном уровне, а только повторяют догматы на абстрактном уровне. Для тех, кто не знает, что такое логические уровни, я считаю, что это фундаментальная часть логики, риторики и основ мышления. Это часть философии, как дисциплины, которая изучает человека, общество и мышление. Логические уровни – это вообще фундаментальная часть, и я не понимаю, почему КОПовцы ею не пользуются. Они ограничились тремя учебниками, как священным писанием. Они, как сектанты, повторяют догматы и клянутся на верность своим патриархам. И ограничивают свою картину мира, что с точки зрения управления социумом резко понижает возможности изменения статуса КОПовцы. Когда создавалась КОП, и вы помните, что целая структура КГБ его курировала, то почему никто не задаёт вопрос, что это всё именно для того и создавалось, чтобы закрутить и заблокировать социальную активность? Ну, потому что… Что есть по выходу? Вот прошло почти 30 лет концепции. Что концепция имеет возможность похвастаться какими-то результатами? Кроме того, что есть определённые кружки людей, теоретизирующих и спорящих друг с другом или с кем-то посторонним на третьем логическом уровне. Люди на Земле на первом логическом уровне вообще не дееспособны. Я видел многих КОПовцев. Это не дееспособные люди. Они даже выступают на всяких форумах типа Ливадии. У них все доклады на третьем логическом уровне. Давайте поговорим за всё хорошее против всего плохого. А вот что делать сегодня, завтра и послезавтра на уровне моего и твоего туловища? Об этом не гугу. Само мышление, которое любой убеждённый КОПовец скажет. Так мы же прививаем идеологию. Мы прививаем способ мышления. Мы прививаем миропонимание и мировоззрение. Да, я скажу, что это мировоззрение блокирует социальную активность. Блокирует любознательность. Блокирует задавание вопросов. Особенно неудобных вопросов. И в результате получается, что блокируется вообще развитие. Если посмотреть на то, что концепция сделала с большими массами людей, которые прочитали книгу, посчитали, что это истина. И как любой неофит, обращённый веру, новообращённый неофит, посчитали, что мне открылась истина. А вот этим людям истина не открылась. И давай-ка я буду проповедовать и пересказывать вот эти три модуля. Модульное мышление. И в результате происходит блокировка. И этого новообращённого неофита, и того человека, который смотрит на него как на сектанта и говорит. Братан, я слушать тебя не буду. В результате происходит разделение. Это тоже технология. Разделить общество внутри. Царство, разделённое внутри себя, погибает. Это тоже технология. Чтобы к этой мысли прийти, надо иметь свободную волю и способность задать вопрос. А это зачем? А это кому выгодно? А как это выглядит? А как воспримется третьими лицами? А с какой руки на туловичном уровне похоже? А знает ли этот человек, он в белую или в тёмную? Вот эти вопросы никто не задаёт. Концепция общественной безопасности и доту в том виде, в котором они сейчас оглашены. Это не полная картина мира, которая делает злую шутку с людьми, уверовавшими, что им пришла истина. Истина требует намного больших знаний. Но критически относиться к тому, чем вас подчует пространство и бежать как стадо за этим поводырём с дудочкой, я считаю для развитого человека недопустимо.